Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Восточной Бенгалии Субтитры создавал DimaTorzok 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 он также обучал других так же как это делаю я по вечерам и все браджаваси святые местность и саду из на из нашей из нашей школы нашей линии приходили послушать его шачимата деви также приходилось слушать его наставления это ее очень привлекала она сказала все таки то она сказала харидас то есть это не ученик это сам харидас она сказала харидаса я принимаю прибежище у вас пожалуйста дайте мне посвящение иначе я не смогу жить я хочу увидеть кришну и хочу служить кришне и рад и рации услышав это гуру был очень счастлив хотя он никогда не хотел никого инициировать он иницирует прекрасную принцессу когда швагурда фото рассказывает нам у сила города был свой уникальный опыт делся в том что в гаудио данте саммите в той духовной организации которую совершила парам гурдев где служил наш гурдев была принята система одного чари то есть всего лишь один давал посвящение силы гурдев не давал посвящение такого порядок но однажды когда он увидел одну западную преданную вишаку он сказал я пожалел что я дал такое слово то что я увидел душу которая способна идти путем рогануга бакте вот он захотел помочь этой душе сделать и ученицей своей хотя он никогда не хотел никого инициировать он инициировал эту прекрасную принцессу затем харидас дался 4 из наставления о том как повторять святое имя как помнить как прославлять кришну как практиковать в линии шилару пагаслами а то есть в настроении что кришна мою возлюбленной и как она может служить чем эти радики он сказал ей что ее гуру является проявлением шримати вишаки дэви и широку манджари помните сегодня вражал про это говорил то есть те кто очень хорошо передают счет настроение про не горящими проявления этой личности чеха ридас не хотел чтобы она была одна он сказал ей чтобы она была вместе с одной пожилой женщины как пожилой год 50 лет той женщине который был очень зрелый в харибаджане чтобы помочь свои ученицы он их соединил он передал ее в руки этой преданной также как шричитане махагу передал силу рагуна туда с газ вами в руки шри сварупа дамодар и после чего его звали стать а сварупера рагу после своего посвящения шачи дэви постоянно плакала о господи кришне раньше она повторяла более ста тысяч имен 64 круга хоринамы в день и она полностью поглощена этим я гуру никогда не давал ей то есть не снабжал я он не давал ей пазу кутир то есть комнату дом вот чтобы она там могла спокойно повторять свое имя и помнить о кришне он просто сказал ей а ты должна сама об этом побеспокоиться сама должна все это устроить я не имею ничего общего с материальным богатством них просто нет ты должна этой же частью своей жизни управлять сама сама должна это организовать это напоминает историю шила рагунанда с газами когда с нами поселился на берегу радакунды у него не было пожим кухира он повторял весь день подряд под палящим солнцем когда приходили платье игры или львы какие-то опасные и животные и счастливого с вами это все видео он беспокоился за рагунда с глазами он видел как кришна отпугивает этих диких животных от рагунанда с глазами увидел их шримати радика заботись о юном рагунатхи накрывает его своего алю чтобы он не сгорел под солнцем и он тогда сказал рагунатхи сами тебе нужно беспокоиться себе нехорошо чтобы нам служили рады кришна построить свой баджан-кутир вот и там совершая баджан вот и здесь харидас дается ученица ганга мать такое же не ставление тогда ее звали до этого звали здесь все городов называется 4 все еще называют еще 4 когда она уже получила посвящение вот этот интересный момент почему потому что иногда предный может задаться вопросом а если я приму гуру дева он обо мне позаботиться он возьмет за меня ответственность как отец берет ответственность за сына он всего сделать чтобы сын был обеспечен чтобы но отец которых правильно воспитывается у сына мудрый он не будет делать все за сына конечно он во многом поможет он понимает что сын должен стать сам на свои ноги он должен стать сильным он будет его учить с детства этому самому стоять на своих ногах вот иначе если дать свои богатства заработанные своим трудом сыну самого начала не научившему трудиться самому не ценящему труд не ценящему плоды то что произойдет с этими богатств он просто их разбазарить просто их потеряет очень легко не понимает насколько тяжело даются то есть даже в этом мире отец не будет все давать он будет конечно же ним беспокоиться но это не означает что он не будет преподавать ему уроки важные уроки также учитель учитель наш гордо сказал любится ученика больше чем 1000 лучших матерей он сказал нам что в моем сердце постоянный не прекращаешься поток любви к вам бак шиши ватсали не думайте что я вас бросил я всегда рядом с вами я ближе чем воздух которым вы дышите я вас позабочусь вы не будете этими как сиротами то есть учитель всегда заботится о своих учениках но как он это делает он не обязан исполнять все хотелки и все нужды ученика что-то должен делать ученик и сам расти и становится быть не быть абузы для учителя который шага не может сделать без учителя он ничего не знает он ничего не может он гуру дэв гуру дэв гуру дэв просто как это тяжелые гири на ноге не позволяющие никуда идти то ли дело парам гуру дэв он сказал своему гуру дэв гуру дэв я обо всем побеспокоился все матки а всей вашей проповедической миссии все суды и все юридические вопросы административные вопросы организационные я беру на себя вы просто с проповедуйте носите послание вот это ученик тот кто решает все сложности и проблемы вот они чуть что сразу города и шагу не может сделать согласно священным писанием той же боишься пуране прежде чем ученик сможет стать таким то есть научиться служить своему духу начать начал служить своему духовному учителю исполнять его сердечные желания участок его миссии он сначала должен изучить своего учителя понять его характер понять его желание понять его миссию служения когда он сможет быть полезным постоянно слушая и развивая свое сознание кришны она полностью отреклась когда ее я исполнилась 25 лет ю бурдер сказал тебе пора отправиться на радокунду вместо где совершал свобачивающего врагу на доска с вами и совершая его также как он а также возьми с собой одну пожилую эту пожилую преданную собой чтобы не быть одной чтобы быть на под защитой предный должен стараться быть ни один должен быть в окружении преданных помогают защищают в течение следующих 25 лет шачи дэви оставалась в отреченной жизни как рагуна даска с вами рагуна даска с вами является в район начали и юг тава ради очари он то есть он олицетворение отречение ради высшей цели и она жила также то есть на развил этот речение она собирала мадукари то есть поддерживать жизнь в теле нас брал немножко пищи у местных жителей совсем чуть-чуть и ей было так поскольку вот такой точен и требовалось совсем немного этой пищи вот поэтому она не доставляла никому беспокоить полностью погруженная в свой баджан свою духовную практику днем и ночью она не спала даже ночью нужно сказать что это тречение является следствием ее привязанности к баджану то есть там курсу который на развил во минусе своего гуру и вайшнау к святому имени не стоит еще раз я повторяю не стоит подражать этому это это очень естественно отречение естественное следствие духовной привязанности нельзя проявить настоящее тречение не имея привязанности по этой причине да не по этой причине она эту тему отдал наставление сречитания махапрабху читаем чиритамрите юному рагунатху тот который вот который здесь упоминает сарганда с госсами как это он еще не был госсами когда он еще жил в доме своего отца дядей однажды махапрабху посетил дом а 2 тачари в вишну вишну пур вишну пуре недалеко от того места где жил юный рагунат и махапрабху хорошо понимал настроение регуляции он видел насколько насколько рагунат привязан к нему что не хочет сбежать из дома и что он уже неоднократно пытался сделать но его родители ловили его снова снова возвращали домой и он сказал тогда рагунатху пожалуйста не сходи с ума живи как обычный человек внешне то есть прими и такой образ жизни как живут люди то есть женись исполняя свои семейные обязанности помогает суп его делах но не привязывайся к этому развивай внутренней продолжай развивать желание служить рады кришне и когда это желание созреет я дам тебе знак и ты поймешь его что теперь ты свободен от этих а уз и оков больше ничто не удерживает вот и в комментарии шила баксан сарса такой пропад говорит о трех типах ложной ложного тречения на основе этих наставлений махапрабху они называются маркотова и раки обезьяне отречения почему обезьяне отречения потому что обезьяны внешне очень причины у них нет своих шкафов плотяных то есть там где платье там где наряды вот тем не менее они очень привязаны к своей территории и кто что не могут добыть на этой территории точится наслаждение которое не получает они готовы до смерти воевать ради ради этих возможностей то есть проявлять сильнейший привязанность также он назвал кроме маркотова раки это нужно тречения об халгу вараги халгу рай вараги происходит от названия реки полку есть такая в реках который течет под землей и и не видно внешне сухое русло то есть внешний человек очень отречен он носит одежды отреченного саньяси брамачари но при этом или белой одежды бабаджи или решить неважно то есть отреченном укладе жизнь находится но при этом если копнуть если присмотреться внимательно к его жизни можно обнаружить что сознание его так по-прежнему течет в направлении объектов материального чувства наслаждения то есть он не избрался джонесла то есть его отречения лишь обман и он на самом деле нету и другой вид ложного отречения боксинца так называют машина вараги временное отречение рождающийся на земле крематория когда в индии кто-то умирает его стараются как можно быстрее это отдельная тема его кому стараться как можно быстрее сжечь его тело почему это конечно делит у меня пару слов скажу все таки почему делают это почему медической традиции тело сжигают потому что тело является источником дабы источником чувства наслаждения для условной души поэтому обусловно душа очень сильно привязана к всему телу для для нее ее тело становится ее отмой вот ее жизни и душой поэтому она очень привязана и когда тело перестает санкционировать то есть она что-то мне ломается на стареет падает или жить не дышит душа по-прежнему стать рядом с тела и не может он покинуть слишком сильные сильно привязанность она все еще леет надежда вдруг а вдруг вот поэтому чтобы помочь такой душе пойти дальше развиваться действовать а не сидеть у разбитого корыта с опущенными руками тело тут же сжигают ну и это благоприятно не через землю засорят трупами вот до возвращаются машины вараги и так когда тело родственники сжигает они становятся свидетелями шокирующего действа умершего человека привязывают к носилкам из бамбуков палок и когда его несут я помню как сил дар махарад наш махарад пел песню который местные поют я не помню слова эта песня пару слов равном статья то есть имя рамы истина вечно имя кришна истина но ты же не повторял их имена ты не служил этим именам что-то хорошего сделал и когда не унесут у него голова болтается в разные стороны он таки он взгляд не служил нет не верил святой момент не повторял когда его приносит зависит того что ты за человек благочестивый духовно ли не благочестивый духовно сын поджигает погребальный костер либо у изголовья либо у ног вот и когда тело начинает гореть воздействием высоких температур начинает шевелиться кажется что он живой это шокирующий и потом сын должен еще разбить голову почему потому что там очень много влаги она не прогорит сделать все это очень шокирующий для всех собравшихся они понимают что их тела ждет точно такая же участь и это неизбежно что это это вот настолько действенно вот это вот это самскара последняя самскара то есть погребальная церемония настолько сильно имеет воздействие что несколько дней после этого не могут наслаждаться этим миром они проходят мимо рынков зазывал вместе мимо всех этих фейерверков кафешек ресторанчиков с ароматами с ароматами завлекающими так далее а они находятся впечатления у них проявляется временное тречение когда душа наслаждается этим миром она проходит все время две стадии хога и яга по моему так не помню может пожалуйста помните потом не но смысл такой что сначала душа наслаждается а потом она испытывает отвращение и поэтому она на некоторое время оставляет это число сложение обращает свою сторону в другое чувство наслаждения потом он там достигает вращение оставляет точность наслаждения и оставляю и у перевод другому числу наслаждения вот такова природа это шмашина вараги человек входит в семейную жизнь думаю что он будет счастлив семейной жизни он думает что это место для наслаждения тарай земли но если он глупый разум человек так не думает он понимает что вопрос долга обязанности перед родителями перед дедами родом и так далее он понимает что так так лучше для него так лучше контролировать чувство вот тут то этого всего не понимает это не подготовлен думать что это будет рай на земле не он обнаруживает совершенно другое лучше не подготовлены бы очень опытными не воспитанным должным образом исполнять свои обязанности не муж не жена они вместо чтобы исполнять обязанности не хотят друг друга эксплуатировать и поэтому начинают больно унижать и оскорблять вот поэтому они ссорятся и хотят разбежаться сначала огонь сложить там тяга развод такова природа машина вараги то есть временного отречения так баксон сараса такой пропад описал ложный отречение на основе вот этих наставлений 4 читаем их был юному рагунатхи здесь же шачадея проявила под на отречение как и рагунатхи с вами который родился этот отречение родилось результате следования гуру и ваишнам в результате долгой духовной практики полного посвящения себя и более того здесь видно как хотя гуру не хотел принимать учеников он увидел душу он увидел того ту личность у которой были учить качество ученика качество ученика это как для коровы теленок то есть теленок это такой образ такая энергия такие качества которые вызывают естественным образом родительскую материнскую любовь ватсалью от слова ватсалья родительская любовь от слова отца теленок помните как у мужчин раньше телячьей нежности вот и вот в сердце гуру когда он вид перед собой объект обладающий соответствующими качествами то есть качество ученика то есть решимость достичь своей цели во чтобы это не стало служение рада кришне когда он видит такую личность то в его сердце про и пробуждается нежности жена не позаботиться а при помочь этой личности такого так а такой предстал шачидея перед харидасан крестом на полном учителя через 25 лет ее гуру уже очень пожилой сказал теперь ты должна отправиться в мило чалу то есть прошло еще двадцать лет то есть ей уже 50 лет вот ее гуру уже очень пожилой уже приколом возрасте но тем не менее еще живой еще в этом мире он говорит теперь наступил новый этап в твоей жизни тебе пришла пора отправляться в мило чалу то есть джаганат хапури ты должна муж поселиться возле гамбиры шричитане махапрабху то есть тот возле того места где махапрабху совершал свой баджан и затем оставаться там какое-то время там ты станешь ситхой то есть идеальной то есть достичь совершенства поэтому не откладывай кроме того я хотел бы тебя попросить кое чем ты должен найти дом сара бомба тачаре и восстановить его настоящее время он это он превратился в развалины никто о нем не заботится и практически никто не знает это место все забыли его существование сделай там построить там простой храм и поклоняйся там живи там принимай там просад джаганат это пожилая женщина к тому времени то есть который шачи дэви совершал свой баджан на берегу рада кунду уже к этом времени оставил этот мир поэтому шачи дэви пошла туда 1 джаганат хатури каким-то образом она пришла также как и санатанагаслами пришел из врачу джаганат хатури путешествия много дней пешком вы даже все не можете представить как она это сделала оказавшись в пури шачи дэви обнаружила место сара бомба тачарей она сделала хижину из листьев и стала там жить повторяя и и памятуя о господи кришне повторяем отсюда его имена по вечерам она да она рассказывала харикат хуку раз а пончать я и это пять важнейших глав из 10 песни шмат багвата вот сокровенные игры господа кришне с девушками в раджа иногда она рассказывала вену диту объясняла иногда других важных темах шима богатом она говорила во время своих своей харикат хи на ее глазах появлялись слезы все жители пули были очень привлечены ею и качествами и харикат хой теми балами чувствами которые сходили от нее и даже местный царь притворившись обычным человеком переодеваясь приходил слушать ее однажды он он сказал ей я хочу дать тебе что-нибудь я хочу построить тебе хорошую хижину нет из листьев шалаш я думаю сделать тебе пожил я хочу дать тебе пожертвования шачи дэви отказалась от пожертвований сказала я не хочу пожертвований от царя то есть она узнала его однажды в макарасангранте миллионы местных жителей собрались а принятым овене в ганге в сотнях миль от пури то есть они жили кури и или рядом и низах собрались в прайс на ганг который находится в сотни миль от того места в это время то есть такова была вера этих представляете порой надо пройти там по кварталам на махату сходить или или там на автобусе проехать полчаса на махату это мы думаем его и не охота вот или на паре крыму сходить на автобусах съездить все тоже порой не не хочется а эти люди то есть простые люди джаганат хапури то что сегодня рассказывал вражант праву среди всех штатов индии арисы считать самым мирным сам религиозным штатам эти жители эти люди были готовы проделать большое шествие сотню мили больше кроме того что просто в нужный момент макарасангранте совершить омовение в ганге и в то же время шачи дэви также решила я должна также пойти к ганге чтобы пол чтобы там чтобы мыться в ее водах получить ее милость почему потому что такие люди у таких вот таких людей как ганга как как шачи дэви она сейчас еще здесь ее имя ганга мата появится потом отрезать эту историю который сейчас еще годов рассказывает и и жажда обрести кришна прямо служить кришне вот так велико что он цеплялась за любую соломинку за любую возможность обрести милость получить кришна прямо получить служение рада кришне и поскольку ганга дает такие благословения то она готова проделать больше 6 ради такой саду санги она приняла это решение в самом не то есть санкал по решимость клятва и уже собрался ходить но ночью она увидела о ганга приближается она услышала она услышала очень громкий звук ревущий как общий под кучу потоком воды и как по волшебству она казалась в этом потоке ганги среди миллионов людей которые принимали там омовение это течение ганги внесло ее прям в храм господа джиганадхи просто мистика какая-то представляете какой то есть поток мистический то есть не на физическом плане он ее подхватил на каким-то образом перенес ее прям в закрытый к тому моменту это было ночью храм джиганадхи закрывается на 4 часа ночи он 12 часов ночи закрывается 4 часа открывается вот и в этот момент а ее поток ганги подхватил и внес прям внутри закрытого храма джиганадхи она оказалась внутри у стоп джиганадхи переписки те кто редактирует ухарикадху добавляют что ганга изначально происходит от стоп джиганадхадева то есть от стоп велителя вселенной потому что сам шри кришна когда он принял образ вам она дева то есть мальчика брамана карлика брамана забрал всю вселенную убали махараджа и когда он отмерял три шага первым шагом вверх он вот этой ногой которую поднимал вверх пальцами пробил оболочки вселенной и дотянулся таким образом дотянулся прям до причинного океана за пределами поэтому капелька причинного океана проникла внутри она стала этим потоком гангой это одна из истории одна из тряси от другие истории над одна из авторитетных историй как ким у вас ганга появилась в нашем мире также сказано что ганг изначально был саки шлемати радики с головки бриндауна ему на является экспансия вишаки но подруга и шлемати радики во бриндауне также есть и моноси ганга и ямуна и ганга являются подругами во врачи поэтому можно сказать что сам джаганадха в образе ганги поднял шачи деви и привел его к лотосным стопам почему то что шакти-шакти мото мотор обеда то есть властелин и власть не отличный теперь она была там у стоп господ джаганадхи а дверь была также закрыта и никого не было кроме нее в храмовой комнате утром пришел священник пуджаре он открыл дверь и тысячи тысяч людей пришли взошли вместе с ним храмовую комнату чтобы получить утренний даршин джаганадхи священник увидел когда он входил увидел женщину и сказал о зачем ты сюда пришла чтобы украсть украшение джаганадхи шачи деви была поглощена кришной думая кришна так милости ганга сама присва пришла ко мне побудив меня принять омовение в водах и ее течение привело меня к лотосам стопам джаганадхи однако на она не могла ответить этому священнику все это преданному запрещено раскрывать свои свой духовный опыт свой что то что то что называется словом откровения то что является лилой между ним и бога ваном вот это данный случай очень сокровенно и поэтому она не могла это рассказывать потом она ничего не могла ответить священнику да и кто бы ей поверил священник бы точно не поверил таким образом ее посадили в тюрьму как если бы она была вором ночью джаганад пришел во сне к царю а также к главному пуджаре священник и с этого момента шачи дэви станет известный как гангамат атаку ранее или гангамат ага с вами из-за того что ее внесли воды ганги в храм внесли в храм джаганадхи джаганад сказал идите немедленно и отправляйтесь и просите прощения у нее пронесите гангамат атаку ранее провезите ее по городу золотой колеснице с барабанами с оркестром там с шумом гаммом смысле как сделать видимо на свадьбах в индии и всеми другими атрибутами чтобы устроить королевский прием и королевскую процессию кроме того вы должны стать учениками и и учениками вместе с вами вместе с кроме того ты должен стать ее учеником вместе своим главным священником и всеми другими выдающим главными личностями джаганадхапури главный полицейский кто-то выполняет же тоже выполняет роль функции мэра города потому что это по-другому как называется не ваш я не знаю тут как-то министры министры советники царя основные люди города тому времени в то время вот и джигантах сказал что они все должны принять посвящению у гангамат и гостами не когда царь проснулся он сразу отправился в тюрьму вместе с золотой колесницей и большим скоплением народа чтобы устроить ей королевский прием он пришел к ней он привел он привез ее к себе домой то есть к тому месту где находится дом сарба сарба батачарей и сказал джаганат велел мне что я должен пойти и пойти к тебе и при прибежище у тебя если ты если я не получу посвящение у вас то он уничтожит меня и мою династию вместе со всеми своими советниками и другими он начал паститься и молиться пожалуйста пожалуйста будьте добры дайте нам посвящение как можно скорее они обратились гангаматика с вами она ответила мой гуру не давал мне такого служения не давал таких наставлений он не сказал отправляться джигант хапури найти дом сарба мачари восстановить его жить там совершать больше а и такого наставления он не давал затем джигант приказал ей для меня он сказал сделать это для меня чтобы угодить мне пожалуйста при ней как своих учеников затем она приняла их царь пообещал я дам немного земли под постройку дома сарабал чаре чтобы восстановить его дом построить там храм я сделаю там очень хороший храм я знаю что вы пришли что вы прибыли сюда чтобы восстановить место и чтобы остановить его дом это святое место мы таким образом выполняйте приказ своего гуру дэва и он построил храм но гангамата так уране всегда жила в храме то есть она то есть она построила храм своем сердце и и храм был там в сердце и там ее жизнь проходила в этом храме этого сердца то есть во брендаване сердце она продолжала рассказывать харикат ху всем жителям пури а также а также в очень возвышенным преданным они также приходили слушать ее однажды когда она была поглощена пением и вас памятованием о играх кришны к ней пришел браман из джеяпура этот браман служил божеству райки шори то есть самому кришне кришна сказал его с ней пожалуйста возьми меня и отнеси в пури и отдай ганга мать это курань она будет служить мне если ты не сделаешь этого я прокляну тебя ты не оказываешь мне надлежащего служения иногда ты даешь иногда ты кормишь меня иногда нет но ты мываешь меня иногда нет ты не служишь так как раньше когда начинал поэтому пожалуйста иди туда и отдай меня ей противном случае я проклину тебя и твоя династия также будет этого династия прервется твоя линия прервется затем этот браман взял своего красивого тхакурджи то есть божество положил в корзину и много месяцев шел пешком пока не пришел в кури теперь он подошел к месту где жила гангамата такой ранее и попросил ее он сказал тхакурджи пришел то есть божество пришло пожалуйста возьми его и служи ему она отказалась и сказала я занимаюсь манасе севы то есть поклоняя поклонением рада кришне посредством медитации в линейшей группы газ с вами я не могу обеспечить ему поклонение этому божеству у меня нет времени поклоняться потому что они стоят каких-то денег это надо собирать подготавливать браман очень волновался и думал что мне делать у ганга мать такой ранее был сад то и ночью браман покинул а подкинул божеству ей в посреди этого сада тулы и убежал на следующий день 4 часа утра а раке шора то есть чем рай про джиндердам джимасундра сказал ганга мари ты совсем не обращаешь внимание на меня ты пренебрегаешь я пришел чтобы получать твои служение твою любовь заботу итак это курт говорится ганга мать я хочу пить я хочу кушать я голоден в этом пожалуйста возни меня приготовь что-нибудь мне затем ганга мата так уране отправилась она услышала голос она подошла к божеству очарована его красотой на взял его на руки она принесла привела его в свой храм начал поклоняться ими с тех пор там есть этот 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 это виграха это божество в этом храме и когда мы посещаем святые места джигант хакур мы обязательно приходим в дом с ромбом прото чаре и там можем получить даршин того божества на алтаре когда царь услышал об этом он подумал мне повезло стать учеником этой великой преданной все женщины да в нашей школе должны стараться быть похожими на гангомат так уране он должно она даже не мечтала чтобы быть и замуж за какого-то мир мирянина она я пришел что помочь вам стать такими преданными как она мир подобен огню горящему лесному пожару мы видели такой большой пожар во флориде у нас тоже здесь бывают большие лесные пожары мы тоже можем соседленно этому он горел на многие мили и практически ничего не могло с этим сделать горячий лесной пожар материально существование сильнее всего сильнее а а взять горячий лесной пожар материально существование сильнее даже этого пожара мы находимся в этом огне и мы никогда не сможем спастись пока мы находимся в материальном сознании если кто-то положит топленое масло в огонь то есть что произойдет огонь станет еще сильнее вы не сможете с таким образом спастись то есть невозможно погасить лесной пожар подкидывает во дров или подливая масло топленое масло то есть нельзя потушить жажду чувство наслаждения удоверяя чувства у отца яду махараджи я эти было очень много красивых жен но не был утворен когда он был старым когда он стал старым он хотел получить вновь свою мыс у кого нет из своих сыновей джаду махараджи отказал своему отцу он сказал эта жизнь я думаю предназначен только для служения кришне если бы ты был чистым преданным я бы я был бы очень рад отдать свою молодость затем я эти попросил своего второго сына пуру он сказал пуру ты очень дорогой сын пожалуйста дай мне свою молодость я хочу еще больше наслаждаться материальным удовольствием моя жизнь не было моя жажда не было талина пур ответил отец я пришел я появился вот для тебя и поэтому я отдаю тебе молодость таким образом я эти стал молодым и на протяжении многих тысяч лет занимался чувством утворением однако не он не был утворен и однажды он подумал что за глупость я творю он быстро а вернул юность своему сыну эта история показывает что мир это горящий лесной пожар огонь в море тысячи раз больше чем лесной пожар и мы в этом огне почему здесь что когда говорит огни в море потому что шастры сравнивают материальный мир самсару с океаном безграничным океаном который очень сложно пересечь и он соединил таким образом эти два образа лесного пожара и океан самсары он говорит что огонь в море в тысячи раз больше чем лесной пожар и мы в этом огне мы должны попытаться узнать все это не тратить свое время попытайтесь развить сознание кришны если вы в браке в этом нет ничего плохого вместе с своей женой и детьми вы должны постараться быть более отреченными отстраненными должны быть какой то но при этом должно быть чувство долга непривязанности чувство долга вы должны думать я должен служить своей жене мужу детям потому что они вечность кришне по этой причине чтобы они могли а потому что чтобы смогли развить свое сознание кришны я должен помочь в этом преданные мужчины должны стараться стать такими как шелоргу надо с гостами сил санат нагасами силу рупа гостами женщины предные должны стать такими же как гангама то так урани джана так урани смело так урани иногда джана так урани однажды джан так урани явила четыре руки и тут от переводчиков джан так урани это вечная энергия господин тянанды у нянды есть две шахты две энергии джанна и васудха то есть две ужины сын васудхи дэви является воплощением бога экспансии кришны бирабадра вот так зовут бирабадра он искал гуру и кто-то ему сказал брати внимание на джана так урани ты можешь 5 приберешься настоящий настоящий гуру на дает посвящение многие этого уже это многие то уже сделал нашли защиту нее но он подумал она же моя мама как она может быть моим гуру однажды ранним утром проходя мимо перед тем как принять омовение в это время джанна так урани соответственно индийской традиции баба было по пояс раздета чтобы совершить омовение так получилось что бирабадра нечаянно увидела в этом положении она испытав застенчивость тут же прикрыла верхнюю часть тела двумя у нее про и появились две руки две дополнительные руки она закрыла ими грудь то есть он в этот момент стал свидетелем нечто необычайно увидел что джана ама не просто его мама она еще обладает необычайным могущество но две руки дополнительно проявила вот и тогда он посмотрел на нее по-другому и понял что может принять ее съем гуру он предложил и поклоны и получил от нее посвящение поэтому не тратьте свое время оставайтесь то в тех в том положении в каком находитесь если вы в семье оставайтесь в семье это хорошо это нормально если вы не в семье ну и надо этого менять если в отреченный оставайтесь быть отреченными но при этом слушайте харикадху где бы вы не находились и каком положении вы не нах не пребывали то есть смысл в том чтобы не менять внешне что-то здесь оставлять там семью или еще что-то и наоборот бормочаря шума столик нет а смысл в том чтобы принять свою жизнь нечто духовное то есть харикадху не чтобы оставить чтобы принять предложите пранаму то есть поклоны тому месту где проходит харикадха где рассказывает харикадху предложите пранаму тем кто организовал харикадху предложите свой саштанг пранаму тому кто рассказывал харикадху и И всем тем, кто слушал Харикатхо, тогда очень скоро у вас будет Саддана Бхакти, Бава Бхакти и Пряма Бхакти. Попробуйте все это реализовать в своей жизни. Таковы эти истины. Говора Примананды и Харикатхи Рико. На этом я заканчиваю. Если есть вопросы, вопросы возникли по ходу слушания или дополнений, или поправки, пожалуйста. Я так понимаю, вопросов нет. Тогда, дорогие преданные, я благодарю вас за внимание, за возможность общаться с вами завтра и Кадыши. Очень благоприятный день, чтобы сделать то, что Шилл Гурдев в этой Харикатхе советует. Арик Кришна, рады-рады. До встречи. Спасибо большое, Махарадхи. Спасибо, Махарадхи. Арик Кришна, Дандават. Арик Кришна. Арик Кришна. Рады-рады. Арик Кришна. Арик Кришна. Арик Кришна. Продолжение следует...